Ну, здравствуйте! Добро пожаловать обратно на канал. Давно не было влогов. Я после этого марафона влогов, который я делал в начале месяца, взял небольшой перерыв, и он мне пошел просто на пользу. Это было очень-очень круто. Просто не носить с собой камеру везде и не думать о том, ой, это надо снять, это круто снять, ой, я пойду туда, было бы круто подснять. Поэтому это было очень здорово. Ну да, я в основном просто отдыхал, но я на прошлых выходных кое-что подснял. Мы с Тикеей ходили на фестиваль корейско-американской культуры, ну или просто в целом, наверное, азиатско-американская культура, но это исключительно корейский фестиваль, который называется K-Town Night Market. И там было очень круто. Крутая еда, крутая музыка. Я вам сейчас покажу несколько кадров оттуда. Я в очереди сейчас за едой. Тикеей вон вон в той очереди за соком каким-то. Мы сегодня судьбу уже сюда приехали. Я не знаю, что вы знаете, потому что это мой дом. Я поехал сегодня и урваны на Celia. Слушайте, для Марины и Димы нет ничего невозможного. Я приехал час ехать, представляете, я обычно не еду так, никуда, и ни к кому, и ни ради кого. Но это они здесь остановились час езды, чтобы быть ближе к веткону, который в соседнем городе находится. я приехал час но тут красиво смотрите еще погода такая я вам сейчас покажу какие градусы вы с ума сойдете просто но да лето началось хотя если вроде быть даже не началось все такое число 21 одни от лет на уже началось да да если вы подписаны на канал уже давно вы наверное устали уже от меня что я вам говорю постоянно про то что все времена года сезона начинается не 1 числа как мы привыкли 20 или 21 в зависимости от года в этом году лето начинается 21 июня сегодня 21 июня с первым днем лета в америке вау возле значит намочить вот здесь вот мыло здесь они сказали около старбакса стоят ждут и роджей старбакс пофе файлок старбаксе и мусарба вау вот что такое быть в маленьком уютом городе я живу-то в другом мире там никто тебе не помогает тем на тебя пофиг а здесь прям такая забота какой прям какой фашинг какой ставил какие ущейпс вы два грибочка вааааа! это кое! я вам сделал этот идеи что Вене сам классный чистят стиль с первым днем лета! сегодня? сегодня первый день лета 21 июня! 21. 21. 21 день лета. в америке да! Ну да. Вы не знали, что времена года не начинаются на 1-го числа? Нет. Объясни, почему. Я не знаю почему, но я знаю, что вот 21 июня первый день лета в этом году. Я знаю почему. Равноденствие. Кого? День летнего равноденствия. Кого? Я первый раз такое, слушай, я не знаю. Идем в Найке. Хочешь зайдем там в Найке? Конечно, хочу. Я, братан, забыл всю обувь с собой взять. У нас сегодня самый длинный день. Слушай, ты мне сказал, что скоро будут жаловаться на мой маникюр и педикюр. Посмотри на ночь. Посмотри на ночь. Ты видишь? Ты такое видел? А не так вот, надо, чтобы именно солнце было. Так что... Сегодня жаловаться я не буду? Да, сегодня не будет жаловаться. Я недавно знаете, что узнал? Вы пишите, вы видите постоянно, где туалет или уборная, написано WC. Я всегда это видел, но никогда не знал, что это значит. Ватер Классет. Ватер Классет. Я вот только недавно знал, это значит Ватер Классет. Представляете? А Марина, видите, знает. Записывайтесь на ее курсы, ссылка в описании. Увидел Диму, три секунды прошел, сразу он запросил мейковер ног. Да, мне так понравилось вопрос, что мейковер. Какой ты размер ноги? Мне надо мейковер головы и ног. А у меня размер ноги 36. Ну, братан. Однозначной цифрой, какой ты размер? Не знаю, 8 с половиной, наверное. Вот скажи, что тебе не нравится вот здесь. Ну, что не у всех такие. А ты хочешь не у всех? Я хочу. Ты такой очень стрёмный, да? Да, я хочу. Не, ну, можно померить. Давай померю. Здравствуйте. Братан, excuse me, надо говорить. Вау, на одной ноге Дима пистоляк, а на другой ноге Димон. Огонь, они подойдут тебе под все. И ты разобьешь мне сердце, если скажешь, что тебе не нравится. И я просто уеду и не буду снимать ничего с Мариной. Они неудобные, братан. В смысле они неудобные? Какой у тебя размер ноги? Они жесткие очень. Я тоже неудобные. Естественно, они жесткие, братан. Они новые. Ты их только первый раз наделал с фабрикой. Нет, нет, нет. Но есть, когда одеваешь сразу удобно. Не бывает таких. Только пенсионерские такие бывают. Классно, да? Дима не любит негатив. Дима не любит суету. Дима не любит злость. Дима не любит расстройство. Дима не любит примерочное. Дима любит All Saints. И Lingua Trip. Хорошо, кстати, подходит. Тебе подходит хорошо. Размер хорош? Да? Поменьше не надо? Поменьше? А куда еще меньше? Что-то новое произошло с тех пор, что мы не виделись 2-3 недели? Да, много чего я поэтому даже не... Мне кажется, прошло уже месяца 3. Одно что-то новое все произошло. Я не могу даже вспомнить, что много чего произошло. Дима, что-то произошло нового? Да, много всего. А что? Да, ничего. Ну, бывает, когда слишком много нового. У меня тоже... Я постоянно когда с кем-то созваниваюсь, с кем-то давно не разговаривал тоже. Что нового? Да ничего. Вроде все. И ничего одновременно. Не могу ничего вспомнить. Да, бывает. Продал Cayenne. О-о-о-о. Хорошо. 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 Сделал 15 или 20 собеседований на продуктолога в Lingva Trip. Хорошо. Чтобы у нас продукт был еще в 100 раз лучше. Так получается что? У тебя сейчас кэша на руках? Кэша. Много? На кредит. На карту. Поехали в Вега. С чем мы тут сидим на Витконе? Погнали. Стрелком. Хороший, но жарко. Будет. Еще тебе ближайшие 4 месяца. Пока у нас тут почти 100 градусов. Ладно. Сейчас хватит, что покорим. Купилы так уже не планировал. Ну, ты-то Cayenne продал что? У тебя много денег. Много сейчас. На экзит с Cayenne купил себе подарок. Как думаешь, как быстро Марина нас найдет? Она нас ищет сейчас. Вот он находится. Смотри. Думаю, что через 37 секунд. Нет, смотри, она идет наверх. Марин! Марин! Уже слишком поздно. Она уже обратно не пойдет. Ну, 37 секунд достаточно, чтобы подняться, спуститься. Познавательный контент в этом влоге. Я знаю, я уже почти месяц не выпускал влогов. Вот знаете, как это называется по-английски? Феррис Уилл. Феррис Уилл. Феррис Уилл. Повторите три раза. Можешь еще раз? Я запишу заодно. Я бы такие вещи обычно держал бы при себе, но я учусь как быть лучшим блогером. Не в самом лучшем смысле, а лучшим, чем я был. И знаешь, какое осознание мне пришло только что? Что я сегодня еще ничего не ел вообще. Что? Да, я забыл. Надо поесть. Я просто забыл, у меня просто вышло из головы. Я сегодня с утра отвечал на сообщения и на имейлы. Потом я снял два тиктока. Потом... Что я еще делал? А, я распланировал видео длинное на обучающий канал по английскому языку. Потом я поехал на appointment свой, который у меня был. Потом сразу к вам. Я вообще ничего не ел. Что бы ты посоветовал мне съесть как первый мил сегодняшнего дня? Я? Воду. Ну, в смысле, в воду. Я еще ничего не ел. Время, блин, на четыре вечера. Тут... Неплохая паста была, нельзя есть. Ну, я пасту не хочу еть. Я хочу что-то здоровое. Да, курицу, рис, там что-то такое. Я тебя спросил, сам ответил. Спасибо, Дима. Это было очень полезно, ты как психолог. Я тебя спросил, но я сам ответил. Видишь, ты молодец. Вот есть магазин. Сейчас я приближу. Смотрите. Ну, конечно, загораживает дерево. Сейчас я попытаюсь хороший угол найти. Вам, чтобы вы посмотрели. Это очень важный урок английского языка. Сейчас, сейчас, секунду. Видите? Ну, что вы видите с самого начала? Вы смотрите, видите длинное сложное слово. Не паникуйте и посмотрите еще раз. Расслабьтесь. Anthropology. Расслабьтесь. Это длинное слово, оно вас пугает, но оно легкое. Смотрите еще раз. Anthropology. Это же Меладзе в 90-х. Видите, нужно фоточку найти, где он в похожих очках на него. Там не от солнца, а просто от... Ну, ты мне скинь, у тебя они есть на рабочем столе. А мне? Да, берите. Два в одно. Это тоже Меладзе, похоже. Тоже Меладзе в 80-х. У меня сразу щетина встала отрастать. Ты до четырех хотел и до пробок уехать? Не, я не могу. Да, мне чтобы до пробок уехать. Это очень далеко от дома для меня. Поэтому... У тебя аншати инкзайти, да? Что ты так далеко приехал? Нет, я просто не люблю в пробках стоять. Поэтому я всегда с опаской очень. Я попил очки. Видите? Мне было 26, стало 16. Моментально. Все, кто за меня переживают, я ем.